И снова здравствуйте! Я вышла с источника и сейчас подойду к моему любимому экскурсоводу Елене Фёдоровне. Совершенно замечательная женщина. Рекомендую съездить с ней на экскурсии. Здравствуйте! Сейчас освободится и мы с ней пообщаемся. А пока посмотрим, какая тут красота вот есть. Ой, какие хорошенькие все. Можно снимать? Снимайте. Я вам рекламу делала. А почему бы и нет? Класс! Это же всё ручная работа. Прелесть просто. А гусеница вообще огонь! Шляпев такой крутой! Видали? С косичками. Ничего себе гусеница, да? Цветная вся такая. Класс! Эти игрушки живые, потому что они ручной работой. Они ручной работой приглашают в Казахстан, да? Да не очень. В них душу вложила же ещё. Нет, нет, с вами. Да, звезда всегда. Мы сейчас звонили бы, тоже заказывали экскурсии. Куда? На Петербург. Объёмные экскурсии. А куда вы? Вы нам звонили? Да, я не знаю, какой там был двой номер. Давайте вам позвоним, чтобы уходить. А то они обещали перезвонить, а не перезваниваю. Подождите, они это кто? Вы на какой день скажете? На сегодня. У нас нет сегодня Петербург, потому что Петербург в четверг и субботу. В четверг и субботу. Сегодня Петербург вот у этой девушки в полосочку. У девушки в полосочку? А у нас завтра, если что, заходите. Лен, я вас записываю, я вас не покажу. Ты что? Ты мне сказала, приду завтра. Да, и я, и я знаете, где я была? Даже не представляю. А зелёный квартал, понимаешь, занесло меня туда. Я ж там живу, да, через дорогу. И вот, и я к вам сюда не успела. Я же не знала, что можно к вам через дорогу зайти. Конечно, я же там живу через дорогу. Лена, ну откуда же я знала? 50 рублей заплатила, зашла и наслаждаешься. Зашла в террасу, да? Нет, не зашла? Зашла. В кульку зашла, да, что-то покушала. Нет, ничего не покушала. У них дороговато немножко. Значит, у нас дочь наша родилась в годовщину нашей свадьбы. Ух ты класс. А она родилась в 7 месяц, там 7 месяцев не было. 31 неделя срок. Ну, мы её выплакали, выкахали. Умница, отличница, медалистка. Ну, всё, вот так нас держит. Ну, что хочу сказать. Да, Тамара Васильевна, слушаю вас. Привет, привет. Я буду это вот так, чтобы хоть что-то я показывала людям. Совершенно потрясающая женщина. И за вас, и за вашу внученьку, и за вашего Васильева. Вы ещё сомневаетесь? Не обязательно... Да что вы говорите. Тамара Васильевна, при разливе учтём. Господи, прости меня, грешная. Ну, я вас обожаю. Да уж, да уж. Я помолюсь, я помолюсь. Мы же каемся прямо. Мы грешим и каемся. Каемся и грешим. Правильно? Ну, такая жизнь. Такая жизнь, да. Да всё в порядке. Не, не, всё в порядке. Короче, вот эта вот лапушка вырос, ну, короче, там. И у нас 9 августа была свадьба. И очень долго я переживала, что подарить мужу, чтобы поднять ситцевый платочек ситцевая. И раз, ситцевую девочку. Вот так вот, да. Короче, у нас традиция. 9 августа, годовщина нашей свадьбы. Славик, ты пришёл. Годовщина нашей свадьбы, день рождения нашей дочери, мы только в зелёном квартале отличаем. Только в зелёном квартале. Ну, там, конечно. Не, а чё удобно нам через дорогу пришёл? Нет, там вообще просто вот безупречно. И там нючий хорошее. Немножко дороговато, но это не важно. Это не важно. Добрый день, вам что-то подсказать? Славик, если вдруг что-то завтра поедешь, куда-нибудь. Пойду? Только свисну. Вот так вот, свисну. Знаешь, Славик, хиф-хиф-хифки. Шесть дамбаев, пять ребрусов. Никто не оплачен. Я больше ничего не продаю. Пять дамбаев надо. Ну, я поеду сейчас по святым местам, потом приеду. Может быть, всех соберём в одну машину. Пускай едут куда-нибудь в одном направлении. Да, конечно. Да. Славик, ну, я ни машину ничего не заказываю. Ничего не знаю. Я сейчас по святым местам, мы там в перерывах. Я буду обзванивать людей и строго спрашивать, готовы ли они выполнить свой долг и отправиться на эту. Долг, долг. Мне нравится это слово. Славик, ну, смотри, у вас там одна Далина Нарзанов. Я попросила, эту девочку сюда привезёт. Ара. И четыре горных копья. Сейчас я тебе всё расскажу. Леночка, я не буду вам мешать, да? Это наш экскурсовод. А, я не мешаю? Ты думала, это мужчина? Конечно, а кто же это? Это экскурсовод. Она не женщина, она просто экскурсовод. Это про нас так говорят. Да, я вот она. Сколько что стоит? У вас Эльбрус точно? 1600 рублей. Возьмите, пожалуйста, вот тут всё есть. Расписание, цены, явки, пароли, всё есть. Я поняла. Да, доброго вам отдыха. Возвезение в городской, в глазах, в глазах, в глазах, в глазах. Так это сладко. Я знаю, Лен, как переживала, что я вчера не успела к вам. Я не поняла. Во-первых, уже по-второму конкуренты собрались. Но у меня так получилось, что я немножко подзадержалась. Дама одна подошла, то ещё что-то. И как-то я поняла, а вчера ветер лезянул. Ну, холодно. Да, 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 вчера холодно было. Да, Вика, Вика, говори. Вика, говори. Ты мой пузырь. Завтра? Да, у меня тут поле немереное в Донбай. Давай, пиши всех. Ну, тут, давай, пиши всех. И ещё не знаем, кого куда собрать. Ну, у меня всего шесть. Давай, уже восемь. Уже восемь, давай. Вот. Так что, Лен, вы уж меня простите. Нет. И я вот как-то так подзадержалась. Это будет так интересно. Обещала, опять, наверное, в походу тащилась. Куда? Ну, я... Нет, вчера как раз в поход не ходила, а сейчас тащусь уже. На эту, знаешь, на какую гору мы сегодня лезем? Это остренькая вот эта. Гора остренькая. Там красота. Вот мы туда. Там недалеко такой родничок. Но мы опять же с Андреем Анатольевичем. Ну, а кто? Вот. Привет ты ему передай. А как же? Скажи, Лена... Первую очередь. Сказала. Он там прицепился к каким-то Закировым. Кто? Это Андрей Анатольевич. То есть прицепился. Они едут. Лена Фёдоровна, они едут. Это Андрей, возьмите деньги у меня. Вчера она... То едут, то не едут. То поехали, то не поехали. То приехали, то... Я говорю, Андрей Анатольевич, деньги. Люди с такими фамилиями нас очень сильно подводят сюда под монастырь. Он один раз сказал, шесть человек, а их вышло трое. Я говорю, Андрей Анатольевич, вы понимаете, что вы делаете? Деньги. А он же доверяет людям. Да. Опять эти закин... Ну ладно, вчера утолкали их с горем пополам. Куда-то там. На форель. Сегодня звонит Терский конный завод. Я машину меняю. Значит, он говорит, они передумали. Я ему говорю, Андрей Анатольевич, прежде чем вы звоните мне, я вам говорю, да, места есть, вы берете у них деньги. Или пусть они с вами уже договариваются. Потому что, нет, он мне присылает их в WhatsApp, они не реагируют. Не на звонки вообще. Я им пишу, машина такая. Я им звоню. Вообще ноль. Ноль эмоций. Все понятно. А потом он, Елена, извините меня. Я говорю, Андреевич, вы не писаете, как я вас безмерно люблю. Я его видела один раз в жизни. Да? И я поняла, что это он. Он тут шел с каким-то гражданином, сказал, это вы. Он мне говорит, а это вы. И мы так разошлись. Мы поняли, что мы где-то уже встречались. В прошлой жизни. Я поняла. Вот. Ну, и он, я говорю, Андрей Анатольевич, вы понимаете, люди, ну, как вам сказать, что вы извиняйтесь, я вас любила, люблю и буду любить всю жизнь. Ну, так же нельзя это видеть. Елена, какая вы классная. Нет, ну, я так ему и сказала. А правильно сказали. Его нельзя не любить. Я его тоже люблю. А что делать? Ура. Да, да, да. Утром. Что-то там еще речевку не управляет. Да, 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 да. Он же молодец. Да. Ну, согласись, в наше время. Он с душой все это делает. Да, заниматься людьми, выводить их на зарядку. Да вообще. В 7 утра. А ведь 6.30 более точное время. Я вам сейчас называю. А надо уже потом шпилить вокруг железной. Сначала в 6 часов вокруг железной. А извините. Без 10.6 вокруг железной. 6.30 начало зарядки. Вот, Лена, если бы я жила в Железноводске, я бы подключалась. Но я живу на Интере. А я вам подскажу. Я очень хороший человек. Он же с Минвод едет. Он, наверное, может вас подхватывать, так сказать. Да, Юра. Юра, говори. Сегодня, да, есть. Юра забулькал. Юра. Алло. Юра. Юра. Вот свет. Юра забулькал. Лен, я побегу. А то ведь я на экскурсию. Я все передам. А я-то тоже на экскурсию. Смотрите, вот это неопазуемо повалить сегодня. Экскурс.